Новая тема, которая с этого года спрашивается на ОГЭ по обществу о знанию, это безработица. И ключевой момент в этой теме, это, собственно, виды безработицы. То есть вам нужно уметь отличать разные виды безработицы, понимать, чем они отличаются, и решать на них задачки. Собственно, этим мы сейчас и займемся. На связи с вами, как обычно, Егор Кант, руководитель направления ОГЭ по обществу о знанию в Школково. Смотрим, что у нас там с видами безработицы. Значит, смотрите, вообще есть четыре основных вида безработицы. Структурная, фрикционная, циклическая и сезонная. При этом сезонную выделяют не всегда, то есть ее может вообще не быть в заданиях, она может отдельно не выделяться. Это нормально, потому что это немножко, ну, такой странный вид безработицы, а остальные выделяются точно. И что мы видим, да, первое, что очень сильно пугает ребят, когда они начинают разбираться с видами безработицы, это странные названия, из которых нифига не понятно, что к чему относятся. Структурная, циклическая и вообще фрикционная. То есть какие-то максимально странные слова, но давайте с этим разбираться, учиться запоминать. Тут есть лайфхаки, которые вам очень помогут. Смотрите. Начинаем со структурной безработицы. Как она работает? Структурная безработица – это когда люди не могут устроиться на работу, именно люди определенных профессий, из-за того, что изменилась структура спроса. То есть все наверняка знают, что определенные профессии постепенно вымирают. Раньше была профессия кучера, да, чел, который там вот лошадками управлял. Сейчас она практически вымерла. Кучеров очень мало, вместо этого таксисты. Раньше были кочегары, которые в паровозах кидали уголь. Сейчас уже давно не паровозы, да, и, соответственно, кочегары тоже никому уже не нужны. Понимаете, да, о чем я говорю? О том, что спрос на некоторые профессии падает. Некоторые профессии перестают быть актуальными, нужными. Условный пример. Да, почему шахтер? Потому что вы, Коля, шахтер на картинке. Потому что самое частое задание на структурную безработицу – это задание такое. Значит, в стране Z перестали производить уголь, закрылись все угольные шахты, и все шахтеры остались без работы. То есть, видите, да, история? Получается, что упал спрос на уголь, на шахтеров, соответственно, шахтеры остались без работы. Теряют работу люди определенных профессий. Соответственно, запоминаем, что если у нас в задаче именно конкретные профессии потеряли работу, то это и есть та самая структурная безработица. Почему так происходит? Потому что сокращается спрос на определенные продукты и на работников определенных специальностей, зачастую из-за внедрения достижений НТП научно-технического прогресса. То есть, что-то прогрессирует. Ну, например, в какой-то момент, скорее всего, все таксисты останутся без работы, потому что такси будут беспилотными. Или курьеры останутся без работы, потому что вместо них будут ездить роботы-доставщики. То есть, мы это видим уже вокруг нас. Постоянно везде, вот в Москве, например, постоянно вижу беспилотные автомобили. Их пока тестируют, но наверняка скоро они уже будут ездить везде. То есть, технический прогресс происходит, соответственно, определенные профессии люди вымирают. Да, и что нужно делать? Как сокращать нам такую безработицу? Нам нужно переобучать или переквалифицировать безработных. То есть, если человек потерял, у него невостребованная профессия, да, он всю жизнь работал шахтером, теперь шахтеры никому не нужны, переобучите его, пусть он станет программистом, программисты пока всем нужны, и пусть он работает программистом. То есть, нужно запускать какие-то программы, переквалификации, чтобы люди, теряющие работу, могли переобучиться. Так работает структурная безработица. Двигаемся дальше. Безработица фрикционная. Она связана со временем, который люди тратят на поиск работы. Я думаю, все прекрасно понимают, что работу нельзя найти за секунду. Да, вот представьте, вы только закончили университет. Вы ищите работу первый раз. Получится у вас найти ее очень быстро? Скорее всего, нет. Все равно нужно время, чтобы посмотреть все вакансии, откликнуться, походить на собеседование. Плюс ко всему, люди же не соглашаются на первую попавшуюся работу. Они отказываются от работы кассирам или от работы каким-то уборщикам, а ищут именно ту работу, которая подходит им по специальности, по месту расположения, там, офиса, по зарплате, по условиям. И поэтому, потому что сложно найти вот именно подходящую работу быстро, да, поэтому люди тратят много времени на поиск работы. Это и называется фрикционная безработица. И чтобы не путать, у меня есть запоминалка, чтобы вы всегда понимали, что фрикционная – это сюда. Фрики долго ищут работу. Фрики долго ищут работу. Запомните это выражение. Фрики долго ищут работу. И теперь, когда вы будете слышать фрикционная безработица, вы сразу же такие, опа, фрики, фрики долго ищут работу. Значит, фрикционная связана с тем, что люди долго выбирают подходящую им вакансию. Итак, безработному требуется время, чтобы найти полностью устраивающую его работу. Естественно, причина ключевая в том, что не осведомлены люди о подходящих вакансиях, то есть, ну, невозможно все вакансии очень быстро просмотреть. Они расположены на разных сайтах, в разных группах, еще где-то. То есть, скорее всего, нет одного места, где можно очень быстро посмотреть все-все-все доступные возможные вакансии. Даже сайт хх.ру все равно не закрывает полностью эту задачу. Поэтому люди очень долго ищут, рассматриваются, сравнивают и так далее. Как нам сокращать такую безработицу? Единственное, что можно сделать, это улучшить информационное обеспечение рынка труда. Например, сделать государственный сайт, на который каждый работодатель обязан выкладывать вакансию, если у него есть вакансия. И тогда все-все-все работодатели всегда будут размещать свои вакансии на одном сайте, и люди смогут быстро находить работу, но намного быстрее, чем это сейчас происходит. Вот такая вот история. Это и есть фрикционная безработица. Дальше. Циклическая безработица. Значит, смотрите, циклическая от слова экономический цикл. Ну, все знают, что в экономике все циклично. То вверх, то вниз, то вверх, то вниз. То есть, то подъем, то спад, то подъем, то спад. Так вот, суть в том, что периодически у нас в экономике происходят кризисы. И когда у нас в экономике кризис, спад, да, вот в этом моменте, очень многие предприятия закрываются. Ну, кризис, предприятия закрываются, соответственно, люди, которые там работали, остаются без работы. Это затрагивает людей абсолютно разных профессий, разной квалификации, разного опыта. Ну, любое предприятие может схлопнуться в кризис. Это вполне нормальная история. Поэтому и сущность циклической безработицы в том, что сокращается число занятых во всех отраслях экономики в условиях кризиса. Как запомнить? Запомните вот просто связь. Только видите слово циклическое, у вас сразу ассоциация с кризисом. Цикл, кризис, цикл, кризис, цикл, кризис. Только читайте циклическое, у вас сразу в голове кризис, кризис, циклическое, кризис. То есть всегда вот прям вот этот мэтч должен быть у вас в сознании циклическое, сразу ассоциация, кризис. Все. Если этот мэтч у вас появится, вы запомните, то их проблем не будет. Если видим про циклическую безработицу, сразу вспоминаем про кризис, ищем вариант про кризис, ну или спад в экономике, то же самое. Причина понятна. Кризис на товарном рынке влечет в массовое увольнение работников предприятий. То есть либо предприятия закрываются, либо сокращают штат, люди разных профессий, разного возраста увольняются. Как сокращать? Нам нужно развивать малый бизнес. Это очень классный способ. Если у нас закрываются большие предприятия, нужно вместо них открыть много маленьких. В таких случаях государству стоит поддерживать малый бизнес, выдавать гранты, субсидии, облегчать открытие бизнеса. Будет появляться много новых бизнесменов. Во-первых, безработные, которые потеряли работу, могут открыть свой бизнес и перестать быть безработными. А во-вторых, если они и сами не открыли бизнес, то они пойдут на работу какому-нибудь другому бизнесмену, который свой бизнес открыл. Поэтому нужно активно поддерживать, поощрять развитие бизнеса, и тогда в принципе все будет хорошо. Сезонная безработица, напоминаю, она у нас такая дополнительная, не всегда выделяется отдельно. Суть у нее простая. Она связана со сменой времен года. Есть сезонные работы. Работа в парке развлечений, работа в каком-нибудь курортном городе, работа аниматором Деда Мороза на Новый год. Что-нибудь такое. То есть то, что актуально только в определенный сезон года, а в остальное время не актуально. Соответственно, люди в определенное время у них есть работа, а в определенное время работы нет. Сущность. Работники заняты только в определенную часть года, а все остальное время работы не имеют и не имеют постоянного заработка. Причина. Некоторые виды деятельности осуществляются только в определенные периоды года. Соответственно, ну, мы с вами привели примеры в курортное, да, сфера работники там отелей, пляжей на курортах, работники парков развлечений, которые летом открыты, работники зимних каких-то курортов, соответственно, зимой. Как сокращать такую безработицу? Есть вариант, это проводить программы общественных работ в межсезонье. То есть, представьте, у нас есть курортный город, летом там куча отдыхающих, у всех есть работа, все работают там в ресторанах, отелях, пляжах и так далее, зимой там никого нет. Зимой, соответственно, администрация города проводит общественные работы по благоустройству города, там, ремонтируют дороги, строят новые здания, там, какие-нибудь фасады облагораживают, реставрируют, и у людей есть работа в зимнее время тоже. Как вариант, тоже вполне неплохой способ сократить сезонную безработицу. Теперь давайте отработаем задачку. Кстати, чуть не забыл, конспект себе заберите обязательно по этой теме, сохраните и потом несколько раз повторите, потому что, ну, она довольно сложная, где-то можно запутаться с непривычки. Если смотрите этот видос не в телеге, а где-то еще, то переходите по ссылке в мою телегу и там забирайте конспект. Те, кто в телеге смотрят, соответственно, ниже под видосом будет конспектик. Итак, давайте разбираться с задачкой. Эту задачку тоже решали уже в телеграм-канале, сейчас просто ее разбираем. Выпускники, нам нужно установить соответствие, какой пример, к какому виду безработица относятся. Выпускники творческих вузов долго ищут работу по специальности, не соглашаясь ни на какую другую. Видим слово долго, значит, слишком много времени тратят. Что мы помним? Фрики долго ищут работу. Это фрикционная безработица, ответ у нас 3. И мы, соответственно, понимаем, что люди долго ищут работу, потому что им нужна именно подходящая по их специальности. Хорошо, 3 правильный ответ. В связи с кризисом. Кризис сразу циклическая. Видим слово кризис, просто по маркеру циклическая. Кризис циклическая. Берем, соответственно, 4. В связи с изменением спроса на энергоресурсы, шахты закрылись, шахтеры остались без работы. Помним, Коля у шахтера, помним, что если теряют работу люди определенных профессий из-за изменений в структуре спроса, то это у нас структурная безработица. Тут шахтеры потеряли работу. Если одна профессия, значит, это шахтеры. Окей, полгода жители городка на морском побережье обслуживают туристов, а потом работу найти не могут. Я думаю, здесь понятно, что сезонная. И в службе занятости многие безработные отказываются от рабочих вакансий и просят подобрать им работу менеджера. Опять же, долго ищут работу, потому что отказываются от рабочих вакансий и ждут работу менеджера. То есть вот именно много времени тратят на поиск подходящей вакансии. Фрики долго ищут работу, это фрикционная безработица. Таким образом, собираем ответ. 3, 4, 2, 1, 3. Правильный ответ на это задание. Касатики. Как обычно, если вам нравится моя подача, если с кайфом заходит то, как я объясняю, вам все понятно, вы хотите в таком же формате пройти всю теорию для ОГЭ, в том числе и все новые темы разобрать, приходите ко мне на занятия, ссылочка будет в описании. И подписывайтесь на телеграм-канал, потому что там будут конспекты, там разборы, там тестики, там много всего полезного и бесплатного. Я на этом с вами прощаюсь. Увидимся в следующих видосах.